я всех приветствую на своем канале и сегодня у нас обзор орхидеи на месяц октябрь доцветает мой тенгабарин свел у меня все лето и вот последняя его стрелка распустилась у нас октябрь выдался довольно холодный поэтому орхидеи уже некоторые начали засыпать ну а я пробегу по тем орхидеям которые сейчас цветут хотя цветут у меня очень мало орхидей ну и также доцветает уже моя хороэлла ретро кала хотя у нее есть еще новые бутончики но обычно вот в конце лета она осенью хорошо очень цветет также зацвела ее детка вообще в этом году на нее напала щитовка и очень долго боролась поэтому цвела она не так обильно как всегда и вот есть такие небольшие желтые листья но сейчас вот щитовка видимо мы ее все-таки побороли и вот она будет теперь уже наращивать свою массу и никто не будет пить ее сок и что еще стручок который она выращивала целый год оказался пустым я его обрезала благополучно и вот здесь вот тоже в этим летом у него у нее появилась новая детка от корня это абсолютно такая же детка вот как это я отсаживала ее и я думаю что это тоже может быть обсажу а может так оставлю я вообще мне нравится когда целый кустик этих р.н. растут они очень хорошо и также она очень приятно пахнет аромат у нее такой цитрусовый также уже зацветает мой дендробиум норман баэнзо то есть уже он облетел остались остаточные такие цветочки корни серви тоже вот цветочек новый у него это он только открыл и уже еще один уже отцвел и я думаю что тоже он прекратится свой цветение и уже у него начнется рост новых листьев и уже до следующего года так как температура падает все таки и они это очень хорошо чувствуют и так перешли мы на мою стойку здесь у меня доцветает мой айрангис цветет он достаточно уже долго но уже первое видание виднеется там и рядом с ним у меня блок то есть полу блок полу кашпо здесь растут у меня два моих филиппинензо почему я их посадила на блок но не не растут они у меня в пластике все остальные азиаты растут а вот филиппинцы не хотят и как бы рожки и доножки вот здесь вот оставались у одного и я решилась все таки на посадку на такую и она дала хороший результат почему я показываю сейчас ну и посмотрим дальше что будет сейчас они уже по истечению двух месяцев очень хорошо приросли к этому блоку и вот появился рост их листиков ну и посмотрю если будет удачная посадка потом расскажу но потерять конечно мне их очень не хотелось потому что ты самые как бы любимые фаленопсиса из варигатных форма цветов у них очень красивая на мой взгляд еще покажу свой дендер фаленопсис который переехал у меня уже сюда в гостиную так как он весь в бутонах поэтому хочется его перенести в тепло в прошлом году он у меня стоял всю зиму на улице и разбрасывал бутоны поэтому в этом году я не хочу этому и также покажу вам новинку в моей коллекции это у нас драгон триегл вот такой красавчик который пришел ко мне с бутоном я не думала что бутон как бы не отвалится очень большой крупный цветок очень приятным ароматом 5 защипов на каждом лепестке то есть это красота и вот такой вот необыкновенная расцветка радужная как говорится он приехал ко мне с открытой корневой поэтому листья конечно у него нижние отпадут но корневая у него хорошая и в целом растение тоже очень вроде должно быть здоровая ну и продолжаю показывать цветение моего химики то есть это уже пошло пошел третий или четвертый месяц как он цвету но кстати некоторые цветочки уже стали у него цветать вот такие цветы я люблю которые цветут долго и упорно и в этом месяце также продолжает свести моя ванда у нее покрылись грибком и и цветы так как у нас сейчас сезон дождей и дожди наверное целую неделю шли и она вот так вот у меня здесь висит и конечно цветы я не уберегла но все равно здорово что достаточно долго уже цветет она сказала в начале видео что покажу только цветущие но на данный момент вот этот месяц октябрь ноябрь у меня цветущих вот так вот и нет то есть в основном все отдыхают полинопсиса сейчас только начинают растить свои цветоносы и вообще вот у меня реальные сезонные такие вот орхидеи которые зацветают у меня как раз по осени и например здесь у нас дендробиум белатулум который наращивает свой бутон и еще здесь у нас есть аскоцентрум плюмилум тоже 2 2 вот эти вот цветочные стрелки у него появились и они будут развиваться очень долго так как температура сейчас у нас начнет падать и поэтому скорее всего это где-то в январе он у меня зацветет ну как всегда как бы обычно он так у меня и зацветает а здесь у нас констанция то есть орхидея которые у меня 4 года где-то и вот в этом году у неё сначала образовались такие чехлы которые начали там что-то расти и вот сейчас мы видим бутоны развивается она очень медленно так как тоже она растет на улице и вот здесь вот как бы что-то лопнуло у нее но пока там еще один бутон то есть очень интересное растение и я думаю в ноябре уже что-то произойдет и она зацветет и я смогу показать более внимательно если что-то будет интересно конечно и мы сдавали мы сдавали конечно очень хорошо реагирует на вот эту сейчас не нашу температуру где-то перепады у нас десяти градусов и ну между ночными и дневными это очень радует потому что мы сдавали сразу пошли в рост вот моя декумана которая дала мне аж три листа то есть это для моей декуманы это очень серьезно и я случайно сломал ее цветонос поэтому мы сразу за ним полез еще один лист очень меня это только радует также здесь у меня мы сдавали конфетти который покупал два года назад и вот какие листья у нас стали после жары нашей которая была у нас в августе но тем не менее она стала наращивать уже новые листья совершенно хорошие то есть это все пережила и вот эти вот старые пятнистые она потихонечку сбрасывает и и также ей не мешает наращивать ее гудожки то есть очень много бутонов но я ее и покупала как-то ну вот сколько два года назад она тоже цвела в это время как раз и просто усыпана она этими бутонами очень красивый это экземпляр также здесь у меня еще одна мы сдавали которая хотела уехать к своей новой владелице но к сожалению пока живет у меня вот это у нас андриана по-моему так и называют и вот у нее тоже три бутона как только стали опускаться температуры ночью так сразу мы сдавали как бы поперли как можно так сказать а вот этот мы сдавали это свете нам издавали которое мы прозвали обезьянка вот единственным издавалия которое очень тяжело как бы приходит себя вот мне такие пятнистые листья хотя она на солнце и не бывает у меня вот она до сих пор еще не может отойти я не знаю что-то я не вжила прямо вот мой уход и здесь уже те орхидеи которые у меня будут зимовать на улице то есть те орхидеи которые переносят хорошее понижение температур и вот этот вот цимбидиум про которые рассказывала в прошлом видео вот у него бутон уже подрос я бы сказала на пол сантиметра наверно вот так медленно он развивается посмотрим в общем что будет в следующем месяце булбофилом фасинатор этой осенью продолжает свое цветение в этот раз у него 6 цветочков и понаблюдаем как при ветре у него качается губа такой волосатик симпатичный вот и конец октября и клен сбросит скоро свои листья сейчас он стал такой красный и все орхидеи которые прятались под ним летом как раз у них будет много солнца утром но солнце сейчас не жгучее поэтому орхидеи это очень хорошо перенесут здесь у меня останется в основном только одни котлеи а конечно с концентром и булбофилом переедут уже в теплое помещение под фикусом также у меня есть орхидеи здесь у меня кто-то из эбрасий это орхидеи цвела но я как-то мне сказали как называется я вот опять забыла не подписала вовремя ну а здесь анцидиум тот который мне покупала света это весной присылала и в общем он очень хорошо нарос нарастил две псевдобульбы жирные такие большие даже мы с ней не ожидали что он будет такой крупный и сейчас я уже перевесила его на улицу чтобы были перепады чтобы все-таки может быть он зацветет потому что он без конца просто наращивать свои корни вообще корни у него везде оплел он это кашпо и рост корней не прекращается вообще и также начала расти новая псевдобульба вот с этой стороны ну в общем посмотрим что ему надо перепады и свет здесь просто достаточно ему так как я знаю что анцидиума не цветут но у меня по крайней мере всегда осенью поэтому если сейчас пропустит то опять ждать целый год мне ну раз уж показала обзор орхидеи под фикусом и кленом покажу я как развивается у нас здесь вот под оливковым деревом здесь у меня в интермедиа которая дует свой единственный бутон но она у меня давно и в прошлом году весь чехол был съеден в этом году она не дала мне чехол дала мне бутон без чехла настолько хочет растение все-таки просвести вот набинор которая у меня с с осени с прошлого года с осени она приехала ко мне совершенно без корней и вот за все лето она дала вот такие корни там еще внутри есть но кончики корней кто-то съел в конце лета и я объявила охоту но пока никого не поймала но сейчас уже вот это съедание корни я прекратилась так как осень все гусеницы куда-то уходят вот так что в общем непонятно и также здесь у меня это котлея гибрид цикландиай вот за все лето получается надала мне две вот эти псевдобульбы но пока чехла нету так что я много чего хочу потому что я ее посмотрела оказывается получала весной она пришла ко мне совершенно без корней ну и конечно орхидея наращивала корни потому что сейчас это котлея вся в корнях вот и надеюсь на следующий год ну и здесь еще у меня один из дендромиумов которые цветут по весне ну и в этом году тоже он хорошо нарос уже может быть на следующий даже мне придется его пересадить потому что блок будет малым и вернулась я к своей рамки тоже хочу показать бутоны то есть сначала я не могла понять что такое вот это растет думала что новая псевдобульба это он не отрез то есть это один из крупных триусов которые в моей коллекции то есть у меня есть три триуса это бывший губофилум вот и сначала думала что новый рост растет или лист или что-то а потом оказалось что это бутон вот такой он жирный красивый просто потрясающий ну и так же здесь с бутоном и аэрангис пунктата также дует свой бутон единственный то есть вот показывают там аэрангис и цветут на многих у многих там по пять по четыре цветка но у меня вот она у меня сколько второй год и дает только пока по одному цветку хотя корни у нее развивается хорошо но вот такая более сложная для меня видимо орхидейка каждую осень я рассматриваю свой балбофилум манили формы так как его псевдобульба 3 миллиметра то заметить его цветоносы очень сложно поэтому чтобы случайно не залить я очень внимательно рассматриваю ну и в этот раз я поняла что у меня будет три цветочка я очень аккуратно стараюсь его поливать чтобы этот маленький цветочек не сгнил чтобы вода не попала и так далее так что в ноябре если повезет покажу тоже их цветочки анцидиум колоратум конечно снимать не хотела потому что его попытки цветения это уже вторая попытка сначала он выбросил цветочную стрелку с той стороны где находится блок она уперлась из гнила потом он пытался здесь выращивать ее тоже и вот единственная с другой бульбы которая развивает три бутона но не знаю как она разовьется или нет в общем в этом году он вот что-то никак вот ему не зацвести и заканчиваю я свое видео обзор на месяц октябрь на позитивной такой ноте на вот этой елене по фиопедилам елена который зацветает у меня и хочу вам пожелать конечно только приятностей чтобы ваши коллекции вас радовали росли и бутонились чтобы никаких неприятных инцидентов у вас не случалось и увидимся уже в месяце ноябре спасибо что смотрите меня и до встречи пока пока